Ион Тихий Космический Пилот Стой там, не шевелись. До сих пор она была совершенно неприспособлена для работы в ракете, так как была всего лишь голографической картинкой, не могла ничего взять в руку. Ну, получилось. Продолжение следует... Что это было? Я просто так... Благодаря гиберкровати можно дремать даже 200 лет, вообще при этом не старея. И именно так я хотел провести всю дорогу до далекой-далекой галактики. Когда уже долечу до цели, проснусь молодым и таким же бодрым, как сейчас. Проследились за курсом, ладно? Я пока вдремну на 30 лет. Поняла? Как долго для цели 30 лет? Да, время быстро прилетит. Я пошел спать, все будет хорошо. Если возникнет какая-нибудь проблема, разбудишь меня. Тридцать лет спустя. Погруженный в гиберсон, я достиг далекой-далекой галактики. Проснулся и ужаснулся. Я действительно сладко проспал целых 30 лет, но и на 30 лет постарел. Гиберкровать была, к сожалению, неисправна. Ну надо же. Какие это проклятая галлюцинелла? Это исключительная наглость, господин Тихий. Вы оставили меня одну на 30 бесконечно скучных лет. Посмотри на меня. Гиберкровать была неисправна. Почему ты меня не разбудила? Ты должна была за всем следить. Я следила? Что? Не верю глазам. Ты чокнутая. Я же мог умереть. 30 лет. Умереть? А что будет, когда вы умрете? Когда умру? Тогда я скажу тебе, что будет. Буду мертвый, как труп. Не будет меня. И... Слушай, без Тихого. Иона Тихого. Ты будешь обречена на вечную скуку. Без Тихого ты никто. Поняла? Я очень беспокоился. Если бы я захотел вернуться домой, полет продлился бы еще 30 лет, и по возвращению наверняка был бы мертв. Мне было бы уже почти 100 лет. Я пошел в библиотеку, чтобы в космической энциклопедии найти какой-нибудь выход. Мне нужна была мастерская, которая починила бы гиберкровать. В энциклопедии я прочитал, что в окрестностях находится только одна обитаемая, но не очень известная планета. Я с удивлением осматривался в современной беспочерной зоне. Я был первым человеком на этой планете. Меня окружали странные создания. Позвоночный, двоекодышащий, газом, воздухом. Спасибо, прекрасно. С какой планеты? С Земли. Земля. Вы прибыли как турист? Так, турист, у нас как раз Струм. Прошу пройти в кабинет 116, там резервная мастерская. Потом в кабинет, в фармацевтический пункт, вы получите таблетки, нейтрализующие излучение во время Струма. Желаете ли светиться во время пребывания? Как хотите. Пожалуйста, ваши бумаги. Вы млекопитающий? Да. В таком случае приятного млекопитания. Струм? Я понятия не имел, о чем он говорит. Мы сделаем копию на случай инцидента во время Струма. Это обычная процедура, незачем волноваться. Не волноваться. Я много лет провел на чужих планетах и научился тому, что сдержанность – это главное. Поэтому предпочел не расспрашивать. Но снаружи Струм, ну и псих. А ты млекопитающих серые создания? Так я и думал. Тогда прошу принимать каждые три часа по одной из таблетки. Во время Струма сильное излучение. Сосать? Мне казалось, что эта чужая планета сейчас взорвется. Но на улице никто не обращал на это внимание. Поэтому я подумал, что это и был Струм. Видимо, это было совершенно нормально. Но я мог посмотреть, что случится, если не принять таблетку. После долгих поисков я наконец нашел единственную мастерскую в окрестностях. Катастрофа, мастерская разрушена. Есть тут какая-нибудь другая? Другая мастерская? А это вам не подходит? Что мне должно подходить? Это же просто куча обломков. А, вы турист. Привыкните, когда побудете подольше. У нас это совершенно нормально. Эй, у вас есть запчасти гиберкровати? Сломанная гиберкровать, да? Я вижу морщины на лице. Это устарелая технология. Но могу продать вам новейшее устройство. Это душевыжималка. Я вам продемонстрирую. Это великолепное изобретение. Данную особу разлагают на отдельные атомы, и через определенное время, через одну минуту или через сто лет, Устройство собирает вас обратно, и человек не стареет. Мы всегда это используем, если что-то долго длится. На нашей планете везде стоят душевыжималки. Пожалуйста. Настоящая экономия места. Но что происходит с человеческой душой? С душой? Она становится мертвой, как труп. Исчезает. Умирает. Благодаря этому нет бессонницы, кошмаров и страхов. Великолепное изобретение. Ну я и осел. Рассыпал вашего коллегу. Прошу не беспокоиться. Именно на этом и основаны исключительные качества душевыжималки. Тело состоит из веглерода, серы, воды и кислорода, и капельки железа. При помощи резервных данных мы сейчас все восстановим. Вашего коллега все на месте? Ну конечно. Это же не фокусы. Пожалуйста, сами попробуйте. Это совсем не больно. Только немножко. И вы сразу мертвые. Спасибо большое. Может в другой раз, да? У вас есть запчасти к сломанной гибер-кровати? Потому что я очень спешу. Но это же рухлядь. Горячо советую, чтобы взяли новейшую... ...выжималку. Мы уже здесь. Это сегодня уже во второй раз. Что за невезение? Итак, возьмите же нашу великолепную душевыжималку и путешествуйте современно. Я вижу, вас удивляет наша равнодушие к струму. Но мы живем так 300 тысяч лет. Это достаточно долго, чтобы привыкнуть. Пожалуйста, мне срочно нужны эти запчасти. И я должен буду распрощаться. У меня впечатление, что на этой планете все немного... ...безумно. Прошу минутку терпения, я должен поискать. Я больше часа искал эту запчасть для вас. Что случилось? Снова ударил метеор, на этот раз убил вас. Но вы ничего не потеряли, по крайней мере, вам не пришлось ждать. Таких старых деталей мы уже не заводим, как я и говорил. Вы должны написать рекламацию. Это длилась вечность, пока не привезли ваш резерв. Резерв? Что за резерв? Ну, ваш собственный. Мой? Так где я? Что? Ну, тут, в магазине. Вам нехорошо? Я резерв? Ну, я же вам уже сказал. А где Йонтихи? У меня ноги подкашиваются. У вас тут есть какое-нибудь зеркало? Значит, я был подменен и был копией самого себя. Какая ерунда. На первый взгляд не было заметно никакой разницы. Но тут я сделал страшное открытие. Утка на меня была надета наизнанку. Это было доказательство, что одевал меня кто-то, не имеющий понятия о земной одежде. А когда я обнаружил остатки моей упаковки, у меня просто дыхание сперло. Я сделал также очередное открытие. Я заметил, что... Молодею. Что случилось? Я омоложен. Что, я неисправный резерв? Нет, это из-за излучения сопутствующего струма. Сегодня на площади взорвался один алголанин, который отказывался принимать таблетки. Вы ведь неликопитающих? Проглотите таблетку и дело сделано. Но я резерв. Музырек остался в кармане того тихого. В таком случае ничего не могу вам посоветовать. Какая-то сумасшедшая планета. Теперь я понял, что должен как можно быстрее убегать от излучения, потому что без таблетки омоложение будет прогрессировать, и в конце я совсем исчезну. Попрошу демонстрацию. За таможню я добрался 14-летним. В ракету попал 8-летним. Когда мне было 3 года, я поспешно приготовил себе большой запас кашки на долгий полет домой. Я успел еще сесть за штурвал и через минуту заснул как младенец. Итак, я летел с максимальной скоростью обратно домой. Если мои расчеты были верны, цели я должен был достичь 30-летним, то есть в том же возрасте, в каком начал путешествие. Ты должен это съесть, Карапузь. Какое, что вам скажу, господин Тихий, похоже на то, что теперь без меня это вы никто. Потом говорили, что эту историю я выдумал, а злопыхатели позволяли себе инсинуацию, будто я опитаю слабость к алкоголю и тщательно скрывая это на Земле, предаюсь своему пороку в течение долгих лет космических путешествий. Одному богу известно, какие еще склетни распространяли. Но таковы уж люди. Они охотнее верят самой невероятной ерунде, чем подлинным фактам. День, одному. Продолжение следует... Продолжение следует... Подпишись на канал.